Пальцем обвел, сказал, мне здесь нравится, здесь все будет моим. Вот такие люди приходят у нас отбирать земли. Белым цветом на кадастровой карте Надеждинского района обозначены границы земель, которые власти готовы отдать желающим, как дальневосточные гектары. Александр Нерпин показывает, среди этих участков и его собственные 17 соток. По информации сайта на дальневосток.рф, земля Александра уже приглянулась кому-то из участников программы. На мой дом наложили, прям буквально, именно наложили, гектар дальневосточный. И сейчас он находится в стадии оформления. В информационной системе высвечивается синим цветом. На 17 сотках, которые Александр получил в наследство от отца всего несколько месяцев назад, стоит одноэтажный дом, несколько хозяйственных построек, есть огород и виноградники. Но это по факту, а по информации кадастровой службы участок ничей. Несмотря на то, что мужчина вовремя зарегистрировал право собственности и получил кадастровый паспорт. Но не успел провести межевание, только сделал заявку на приезд геодезистов. Идет захват нашей земли, отдает власть наши участки очень быстро. Тем, кто сидя за компьютером, даже никуда не ходя, нарисовал себе желаемое и ждет, когда ему придет договор. Оказалось, Александр не единственный, на чей участок власти положили гектар. Помимо него, из-за программы своей земли могут лишиться еще почти 80 человек из разных сел одного только Надеждинского района. Так, у жительницы села Тимофеевка Людмилы Резванец один из соискателей уже забрал половину огорода – 13 соток. Получается, что межевание делаю я и на 3-4 дня раньше человек, который подал на гектар. Через неделю мне с города приходит уведомление «Отказ», потому что мой участок, который половину отобрали, уже зарегистрировал гектар. В соответствии с уже имеющимися кадастровыми картами, под дальневосточные гектары власти края предлагают пастбища, дороги, колодцы. Под гектар попала даже территория храма в поселке Раздольное. На планах эти территории тоже обозначены как пустые и ничьи. Но в Надеждинской администрации во всех спорных ситуациях винят владельцев земли. Узнав о предстоящей раздаче гектаров, говорят власти, люди сами должны были срочно оформить необходимые документы. Или хотя бы вызвать землемеров, чтобы уточнить границы своих участков. Стоит эта услуга в районе 15 тысяч рублей. Упущение самого гражданина, самого собственника земельного участка в том, что он не подал данные о себе к нам. Необходимо вызывать кадастровых инженеров, межевать, уточнять границы и вносить информацию в государственный кадастр недвижимости. Однако никакой информационной кампании в поселках никто не проводил. Но у тех, кто на своей земле работает уже давно, своя версия, почему народ не уведомили о необходимых мерах. Столько заброшенных сейчас полей. Почему туда не идут? Потому что туда надо делать дорогу, туда надо протягивать электричество. А сегодня желающих уточнить границы своего участка в Приморье настолько много, что в геодезической кампании не справляются с объемами работ. Ждать специалистов жителям региона приходится по несколько недель. А исправить кадастровую карту и заморозить выдачу земли можно до того момента, пока соискатель дальневосточного гектара не получил договор на землю. Потом вернуть свою собственность владелец сможет только через суд. Инна Щедрова, Евгений Апарин, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.